В Беларуси появится базовый социальный тариф на сотовую связь для всех категорий граждан. Стоимость будет на контроле у государства. Александр Лукашенко принял решение установить обязательные требования к качеству и охвату услуг, которые предоставляют операторы, акцент на повышении доступности мобильной связи, в том числе в сельской местности. Аграрии Могилёвской области намолотили почти 770 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур без учёта кукурузы, гречихи и проса. Средняя урожайность – 24 центнера с гектара. А зимы рапс уже в закромах. Яровой убирают в большинстве районов области. Также идёт серебление льна, ведутся работы по заготовке травяных кормов. Более 1 миллиона 660 тысяч рублей направлено на подготовку детей к школе в Могилёвской области. Профсоюзы и наниматели завершают выплату материальной помощи. В рамках благотворительной акции оказывается поддержка не только работникам предприятий, но и детским домам, школам, интернатам, социальным приютам, детям из многодетных и малообеспеченных семей и детям-инвалидам. Жители Осиповичей покорили вершину Эльбруса. Военнослужащие 51-й гвардейской артиллерийской бригады вместе со своей супругой на высоте в 5 642 метра подняли государственный флаг Белоруссии, флаг ракетных войск и артиллерии вооружённых сил. Эльбрус, напомним, самая высокая горная вершина России и Европы. «Красный пищевик» участвует во втором узбекско-белорусском женском бизнес-форуме. Кондитерская фабрика презентует потенциал в рамках экспозиции «Мэттем Беларус». Всего на выставке более 50 предприятий и организаций в рамках форума планируется подписание коммерческих контрактов и документов о сотрудничестве. Субтитры создавал DimaTorzok